Связка стойка партера сначала начинается с приема в стойке, потому что по правилам говорится, что после любого движения, если даже так или не так, после движения стоишь, твой, который защищается, остается в ногах, это позиция стойки. И отсюда он имеет право не атаковать, не бросать, если даже будет на заднюю, то, знаете, я проиграл. Но вопрос не в том, чтобы это знать, а в том, чтобы это реально отрабатывать. И, условно говоря, первое движение, которое я показал, оно сейчас очень часто используется многими школами, но это требует отработки. Почему? Да, странно, коллеги. При атаке на спину, что здесь очень важно, требуется обходить партера, но моя форма ногат должна пойти как можно ближе к нему. Если она пойдет дальше, то я могу идти через спину, а это уже сейчас говорит петлом ему, потому что я пошел через свою спину. А он мне-то еще покажет руками дернуть, все, я проиграл. Поэтому требует тоже отработки во время периодочного процесса, когда подходит отсюда, а пошли раз, для вторых, при. Отсюда вы ментально разручиваетесь и начинается тяга круговая. Отсюда, в ментально, тяну и так, чтобы не через спину, а через мой бок я проходил. Тогда это будет четко и ясно, что это я его бросаю. И контроль, да. И контроль. Ясно, давайте попробуйте, только спокойно, без силы, чтобы правильное движение было. И ставите спину.